Развод из-за собаки. Три попытки семейной жизни Эдиты Пьехи. Муж Эдиты Пьехи, Владимир Поляков, много сделал для певицы, но два разных человека не могли быть рядом слишком долго. Без общей жизни, общей семьи у них не получилось. В любом российском городе, в котором приезжала на гастроли Эдита Пьеха, ее ждала полная корзина цветов от администрации президента. Было приятно. Не то, чтобы в жизни Эдита не доставала цветов, но цветы никогда не бывают лишними. В те годы певица иногда задумывалась о том, как сложилась ее жизнь, творческая реализация лучше не придумаешь. А вот с личным первый муж ей изменял, у второго были проблемы с алкоголем. Но может ее где-то ждет третий? Давайте поженимся. Однажды директор концертного зала Россия познакомил Пьеху с ее большим почитателем Владимиром Поляковым. Владимир работал в администрации президента, и это он отправил Эдите те корзины с цветами. Поляков любил музыку. Ему всю жизнь очень нравилось творчество Эдиты, и он старался не пропускать ее концертов. Владимир тоже пережил два развода. У него были дети. Когда распался его последний брак, стал ухаживать за женщиной своей мечты. Два года у них с Пьехой был телефонный роман. Он звонил ей из Москвы в Санкт-Петербург, и они говорили обо всем, что происходит в их жизни, обо всем, что было интересно, о музыке. Все два года они называли друг друга на вы. Иногда Владимир приезжал. Они гуляли и продолжали свой бесконечный диалог. И однажды Эдита сама предложила. А давайте поженимся. Они поженились. У третьего мужа Эдиты Пьехи было музыкальное образование, и жена певица разбудила в нем творческое начало. Он стал писать музыку, записал альбом, в котором некоторые песни спела сама Эдита Пьеха. Она признавала за мужем несомненный талант мелодиста. Семейное счастье. Первые годы совместной жизни казались сказкой, хотя они продолжали жить в разных городах, занимаясь каждой своей жизнью. Поляков гордился тем, что его жена сама Эдита Пьеха. А Эдита впервые поняла, что вообще это значит мужское плечо. Впервые в жизни мужчина о ней заботился. Она всегда чувствовала себя железной леди. Сама построила дом, руководила мужским ансамблем, сама зарабатывала и обеспечивала семью. А Володя дал ей почувствовать себя женщиной. Но, как оказалось, брак это еще не семья. И с годами такая жизнь у каждого своя стала разводить их в разные стороны. Они все реже созванивались, все реже виделись. Иногда забывали друг друга поздравить даже с праздниками. А потом случилось вот что. Владимир пошел погулять с Джулией, собакой Эдиты. Собака редко его видела и не признавала в нем своего хозяина. Она рванула поводок, побежала не слушая окриков Полякова. Он упал, сломал плечо. А Эдита отказалась наказывать собаку. Владимира это ужасно оскорбило. Он уехал в Москву и больше уже ни разу не позвонил. После 12 лет брака они развелись. И к этому времени никто уже об этом не жалел. Он сделал много хорошего для меня, но два несовместимых существа бесконечно долго не могут быть рядом, говорила Пьеха. По ее словам, это был неплохой брак. Но брак, как оказалось, это еще не семья. Сложно построить какую-то семью, какие-то теплые отношения, просто созваниваясь с человеком по телефону, находясь с ним в разных городах. Это какой-то гостевой брак. Ты не видишь человека, ты его не знаешь. И, естественно, когда ты оказываешься с ним рядом, становятся виднее какие-то негативные его стороны. Но развод из-за собаки, ну это прям что-то вот, видимо, там и любви-то не было. Им просто было удобно, ей было удобно, что за ней ухаживает такой мужчина. А ему было удобно, что он всегда мог сказать, что он женат, найдите Пьехи. А возможно, в принципе, существует категория людей, которая просто не создана для брака. Это такие карьеристы, которые все в своей жизни добились сами. И чем старше они становятся, тем сложнее найти им вторую половинку, под которую они смогут прогнуться, в какой-то момент подстроиться. Ведь придется очень много принять в новом для тебя человеке те стороны, которые тебе не нравятся. Поэтому мое личное мнение брак это штамп в паспорте, а семья это нечто такое душевное, теплое. И вот именно у Эдиты Пьехи был просто брак, был просто штамп в паспорте. А вот семьи, к сожалению, не было, не получилось. А что вы думаете?